МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствую зрителей национальной обещательной компании САХА. В прямом эфире вы смотрите совместные агитационные мероприятия к выборам президента страны 18 марта. Позвольте представить участников нашего сегодняшнего эфира. Делаем это мы в порядке регистрации кандидатов. Итак, доверенное лицо кандидатов в президенты России от партии ЛДПР Владимира Жириновского Надежда Викторовна Акимова. Доверенное лицо кандидатов в президенты России от партии КПРФ Павла Грудинина Роман Васильевич Десяткин. Доверенное лицо кандидатов в президенты России Владимира Путина Павел Алексеевич Маринычев. И доверенное лицо кандидатов в президенты России от партии Партия роста Бориса Титова, Евгений Никандрович Язев. Добрый вечер, дамы и господа. Тема нашего эфира – образование и наука, состояние и потенциал развития. Вопрос первый. Дмитрий Менделеев как-то сказал, школа составляет громадную силу, определяющую быт и судьбу народов и государства. Давайте поговорим о начальном образовании в России, проблемах и путях их решения. Надежда, вы начинаете. У вас ровно две минуты. Пожалуйста. Добрый вечер, уважаемые избиратели. Я доверена лицом Владимира Вольфовича Жириновского и хотела бы сказать немного об образовании. Медлительная административная громоздкая машина. Сегодня наше образование фактически ликвидирует с бесплатного и делает его платным. Давайте посмотрим правде в глаза. Сегодня родители вынуждены расчехлять свои кошельки и платить за образование, как начальное, так и высшее образование детей. Тому пример принудительные пожертвования, так скажем, родителей, которые бесконечно происходят в школах. Это покупка инвентаря, это покупка интерактивных доступ, учебников. Надо говорить сегодня и о том, что учителя сегодня у нас не получают достойную заработную плату. Владимир Вольфович не раз высказывался по поводу образования и говорил о том, что сегодня труд учителя должен более оцениваться. И учителя, и преподаватели должны быть приравнены к госслужащим. Сегодня надо понимать то, что система образования у нас настолько измельчала, и дети, к сожалению, выйдя из стен школы, не понимают, куда им двигаться дальше. Поэтому, чтобы сегодня изменить эту систему образования, надо подойти к нему более конструктивно. И надо понимать, что чтобы у нас образование было эффективным и успешным в нашей стране, нужно сделать так, чтобы все институты государственной власти работали сегодня. То есть здесь очень много составляющих. Это и развитая экономика, это и наука. Поэтому, когда Жириновский въедет в Кремль, образование в нашей стране будет доступным и бесплатным. Спасибо. Роман Васильевич, начальное образование в России, проблемы и пути решения. Ваши две минуты, пожалуйста. Добрый вечер, уважаемые избиратели. Мне из головы не выходят прощальные слова бывшего министра образования России Андрея Фурсенко, когда его переводили советники нынешнего президента. Он сказал, что главной ошибкой советского образования было стремление воспитать гармонично развитых людей для созидательного труда. А главной задачей российского образования, он считает, это воспитать грамотного потребителя. Представляете разницу созидания и потребления. И исходя из этих двух приоритетов, конечно, качество образования, что было при СССР, и что стало при алиархийском капитализме, это две очень большие, как сказать, вещи. И прав был Дмитрий Иванович Менделеев, великий русский ученый, говоря о значении образования для страны, для экономики, для мощи любой державы. Но без хорошего образования, сильной державы не может быть. А сейчас в России наблюдается, как сказать, развал, когда-то считавшийся прекрасной рядовой системой образования в мире. Это подготовку как в дошкольных учреждениях, как в начальных школах, в средних школах, а далее в профессиональные средние училища, техникумы и высшее образование. Только вот такая последовательная система образования давала грамотных, очень радостных людей. Спасибо. Павел Алексеевич, очередь ваша. Вопрос тот же. У вас две минуты. Начальное образование в России. Проблемы и пути решения. Пожалуйста. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Добрый вечер, уважаемые участники дебатов. Мы послушали критику. Теперь я хотел бы сказать о конкретных результатах, о конкретных предложениях. Доступное и качественное образование – это безусловный приоритет нашей государственной политики. И наш президент Владимир Владимирович Путин последовательно эту политику реализует. Посудите сами. Мы ликвидировали очередь в детских дошкольных учреждениях для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Сейчас мы занимаемся этим же вопросом в части ясель. Далее. Последовательно строятся и обновляются школы. Только в республике Саха-Якутия за последние 7 лет построено новых и реконструировано 235 объектов образования. Из них построено 98 новых школ. Сейчас с ростом населения и увеличением количества детей в нашей столице, конечно, приоритетом становится город Якутск. Дальше. Школа сегодня – это не просто школа. Это объект воспитания ребенка. И в этой связи мы занимаемся повышением статуса учителя и укреплением материально-технической базы. Как результат принято принципиальное и очень важное решение по увеличению заработной платы учителя. На развитие и укрепление материально-технической базы за последние 10 лет из федерального бюджета направлено 300 миллиардов рублей. Например, интернетом обеспечено 99% школ нашей страны. В Якутии это 100%. Как сказал Владимир Владимирович Путин, наша задача, задача образования – это давать знания и формировать личность. Голосуя за Владимира Владимировича Путина, мы с вами будем голосовать за продолжение строительства детских садов, школ, за будущее нашей страны. Спасибо. Начальное образование в России. Проблемы и пути решения. Евгений Никандрович, ваши две минуты. Добрый вечер, уважаемые сограждане. Добрый вечер, уважаемые сограждане. 800 специалистов, экспертов, людей, которые представляли и правительственные органы, и научно-исследовательские учреждения, и отдельные эксперты. То есть мы основывались на тех знаниях, которые были получены в предыдущие годы. И я могу сказать, что образование, в принципе, наверное, должно быть построено следующим образом. Как на начальном этапе, так и на этапе уже зрелости любого человека. У него должны быть равные условия, равные возможности. Как в начальных классах человек должен получать одинаковые знания, и в нем нужно было только формировать, скажем, среду, в которой он был бы конкурентоспособен. То есть конкуренция является основой в начальной школе. Но она должна строиться на равных возможностях. Так и в бизнесе, в конечном этапе, когда человек приходит, он тоже должен получать равные возможности. И как требует от нас, и, скажем, требует эта стратегия роста, только в этом случае мы обеспечим поступательное движение. Ни в коем случае не нужно основываться на том, чтобы создавать кому-то на начальном этапе привилегии или на конечном этапе его деятельности привилегии. Привилегии нужно заработать как в начале своего пути, так и на этапе уже зрелости. Иначе мы просто никогда не сможем ничего добиться. Поэтому стратегия роста Бориса Титова – это основа для организации всего учебного процесса. Спасибо вам, спасибо всем. Переходим ко второму вопросу. Высшее образование. По словам министра образования России Ольги Васильевой, доля населения, которая закончила колледж или вуз, составляет 56%. Между тем, по исследованиям headhunter.ru, 69% работодателей нуждаются в узких специалистах рабочих профессий. Внимание, вопрос. Как устранить дисбаланс? Как обеспечить рынок труда востребованными специалистами? Надежда Викторовна, ваши две минуты. Ну, еще раз обращаюсь к нашим избирателям. Хочу сказать, что Владимир Вольфович вообще очень много написал об образовании. Программа очень обширная. В том числе он затрагивает высшее образование науку. И о том, как сегодня в нашей России должны получать высшее образование. Ну, первое о том, о чем говорит Владимир Вольфович, это о том, что нужно вернуть систему, когда без экзаменов будут принимать высшее образование. И срок образования увеличится на 5-6 лет. Для чего он говорит о этой системе? Потому что сегодня поступить в ВУЗ у нас может не каждый, к сожалению. И образование высшее должно быть бесплатно. Те, кто уже не сможет в дальнейшем учиться, они сами отсеются на первом-втором курсе. И, соответственно, останется тот человек, который стремится получить знания, который станет успешен в своей профессии. И в дальнейшем надо создать еще систему, опять же, таким образом, чтобы, выйдя из института, студент, получивший уже, дипломированный студент, мог трудоустроиться. Что сегодня происходит у нас, ну, возьмем на примере нашей республики, да? Ведь не все люди, которые могут принести благо нашей республике, могут трудоустроиться только потому, что у них нет, значит, там, может быть, каких-то родственных связей или какого-то блата, да, очередного. Поэтому им приходится работать далеко не по своей профессии. И в системе клановости, я думаю, что во многих, со системой клановости во многих национальных республиках сталкиваются. Поэтому голосуйте за Жириновского. Пусть, в конце концов, нас образование выше будет доступным и бесплатным. Спасибо. Как обеспечить рынок труда востребованными специалистами? Роман Васильевич, пожалуйста. Ну, предвыборная программа нашего кандидата Павла Николаевича Грудинина основана на программу Коммунистической партии Российской Федерации «10 шагов реформ». У Павла Николаевича не 10 шагов, а 20 шагов. Он в более широком плане и в больших направлениях жизни людей планирует построить, если он станет президентом социального государства. Ну, Россия перешла в Болонскую систему образования. Советская система высшего образования, которая считалась тоже лучшей в мире, она разбалена Болонской системой. Сейчас наши вузы готовят бакалавров и магистров. И, видимо, эти иностранные названия и их содержание в виде самих подготовленных специалистов не очень-то обостреваны нашими отраслями экономики, будь то это промышленность, будь то сельскохозяйство. И Павел Николаевич в своей программе указывает, что надо было бы принять лучшее то, что раньше считалось по всему миру самым большим достижением области подготовки высококвалифицированных специалистов. Поэтому я прошу наших избирателей проголосовать за кандидата КПРП Павел Николаевича Гурудинина, который отстаивает бесплатное достойное образование высококвалифицированных специалистов. Спасибо. Павел Алексеевич, обеспечение рынка труда востребованными специалистами. Как это сделать? Две минуты, пожалуйста. Видите как, мы не смотрим в прошлое, мы смотрим в реалии настоящего и смотрим в будущее. Дело в том, что экономика нашей страны растет. Это факт. Появляются все новые и новые производства. И, соответственно, возникает необходимость в новых квалифицированных кадрах. В республике Саха-Якутия только в ближайшие пять лет возникнет 20 тысяч новых рабочих мест. И это, конечно, большой вызов и большая потребность. Исходя из этого вызова, мы уже сейчас каждый год учим в наших высших учебных заведениях и среднеспециальных учебных заведениях примерно 6,5 тысяч новых студентов набираем каждый год. И со следующего года это количество будет увеличено еще на тысячу в год. И это подготовка новых специалистов, новых кадров, новые квалификации. Конечно, здесь важна профориентационная работа и важен практический навык. И нам тоже есть чем похвастаться. Последнее соревнование WorldSkills в Абу-Даби. Первое место команда Российской Федерации. Дальше. Институт наставничества. Путин Владимир Владимирович лично поддержал форум «Наставник», который собрал 13 тысяч участников в прошлом году. Для чего? Для того, чтобы эти профессии популяризировать и сделать так, чтобы более опытные сотрудники могли передавать свой опыт вновь пришедшим на работу. Мы, как работодатели, должны с первого курса отслеживать наших студентов с тем, чтобы дать им понять, что это вы наши будущие сотрудники. Вот эта политика, которую проводит наш президент Владимир Владимирович Путин, направлена на формирование нового профессионального общества в нашей стране. Спасибо. Как обеспечить рынок востребованными специалистами? Евгений Никандрович, две минуты. У нас в позиции, так сказать, в стратегии, вернее, роста Бориса Титова отмечена очень интересная закономерность, которую можно характеризовать так. Специалистов у нас более чем достаточно. Уровень их очень высокий. Экспорт умов, экспорт мозгов составляет совершенно баснословные цифры. У нас не хватает только одного. У нас нет рынка для использования этих ребят, их возможностей и их потенциальных, так сказать, стремлений. Была проведена оценка в рамках разработки как раз вот стратегии роста, по которой оказалось, что мы, составляя где-то полтора процента от мирового валового продукта, на самом деле обладаем 11% человеческого капитала. То есть у нас заложен такой потенциал, который мог бы при реализации, в соответствии вот с той же стратегией, уже в 2018 и 2019 году, как это заложено в этой стратегии роста Бориса Титова, мы могли бы уже дать результаты и кадровое обеспечение находится в нормальном состоянии образования и по личному опыту, и по личным, так сказать, отношениям, которые у нас складываются со специалистами. Мы можем сказать, это хорошее образование, да, может быть мы не выиграем в рейтингах, но база у нас замечательная. Поэтому наша, считаю, проблема, и прежде всего в республике, надо, наверное, исходить не из того, что мы производим людей, специалистов, которые не могут работать, а надо исходить из того, что у них нет возможности самореализоваться. Нам нужно прекратить работать с заклинаниями, заговорами, как у нас обычно это делается, а работать с конкретными потребителями наших специалистов, дать им возможность участвовать в том процессе, который установился и сложился на мировом рынке. Только тогда мы сможем обеспечить использование того потенциала, который у нас уже накоплен и который будет дальше, естественно, развиваться. Спасибо. Третий вопрос. Перейдем к теме науки. Фундаментальная наука или прикладная? Каковы должны быть приоритеты нашей страны? Надежда Викторовна, здесь одна минута у вас на ответ. Владимир Вольфович Жириновский не раз говорил о том, что науку нужно развивать. Ведь сегодня без науки не будет и развития и экономики, и цифровой экономики, что является сегодня приоритетным. И наша Россия должна шагнуть и быть на три шага вперед при той базе научной, которая у нас сегодня есть. Но к большому сожалению, что у нас происходит большой отток умов, и сегодня мы должны создать все условия для любой науки, чтобы она развивалась. И Россия смогла стать фундаментальной во всех этих отношениях и развивать науку. Хочу еще добавить о том, что вообще в принципе в программе Владимира Вольфовича образованию очень много пунктов он уделил внимания. Поэтому голосуйте за Жириновского. Пусть Россия сделает мощный рывок вперед. 18 марта ждем вас на избирательных участках. Спасибо. Роман Васильевич, фундаментальная наука или прикладная? Приоритеты страны? Одна минута ваша. В программе Павла Николаевича Грудинина немалое место занимает состояние современной науки и пути разбития науки России. В 2009 году в России началась реформа Российской Академии Наук. Конкретно в 2013 году все учреждения научные были отторгнуты от Российской Академии Наук и переданы Федеральному Агентству научных организаций. А сама Академия Наук осталась вообще на стороне. И сейчас ему по новому указу Путина переписывают экспертные пункции. На самом деле Академия Наук это должна заниматься фундаментальной наукой. И тогда, если Академия Наук будет заниматься чистой наукой, и разбитие страны будет нормальным. Спасибо. Павел Алексеевич, вопрос тот же. Фундаментальная или прикладная наука? Приоритеты страны? Минута. Фундаментальная или прикладная наука? Ну, конечно же, и то, и другое. И фундаментальная и прикладная наука должны работать во взаимодействии и дополняя друг друга. Россия была и остается научной державой. Результатами науки России пользуется весь мир. Владимир Владимирович Путин, наш президент, понимая важность развития науки, увеличил с 2000 года в сопоставимых ценах финансирование науки в три раза. Как результат молодых ученых, повторюсь, молодых ученых возрастом до 39 лет у нас стало в полтора раза больше. Развиваются новые отрасли науки. Это и искусственный интеллект, и генная инженерия, и так далее. Сейчас наша задача подтянуть прикладную науку так, чтобы результаты фундаментальной науки развивали и делали конкурентоспособной нашу экономику. В этой связи голосуйте за президента Владимира Владимировича Путинова. Спасибо. Евгений Никандрович, вопрос тот же, минута одна. Спасибо. Я бы хотел обратиться к нашему научному сообществу, которое, наверное, точно должно осознавать, что питательной средой для нашей науки должна быть прежде всего среда бизнеса. Если у нас будет развитый малый и средний бизнес, то мы не будем замечать, как фундаментальные знания перерастают в прикладные, и как прикладные становятся фундаментальными. Мы с вами 10 лет назад не могли, наверное, даже предполагать, что мы получим такую цифровую экономику, которая существует сегодня. Поэтому, анализируя программу стратегии роста Бориса Титова, мы сосредоточились прежде всего не на решении частных вопросов, а на решении конкурентной среды, создания конкурентной среды, для того, чтобы у нас развивался бизнес, а бизнес уже, естественно, будет заинтересован в новых решениях, и наша республика с нее неисчислимыми и неисчисленными богатствами может стать предметом для серьезных исследований. Спасибо вам, спасибо всем. На сегодня все. Это были агитационные мероприятия. До встречи завтра.